Так, добрый вечер, уважаемые студенты. Давайте будем уже приступать к уроку, да, не будем зря терять время. У нас сегодня будет новая тема. Давайте мы с вами сразу глядем к новой теме. Мы с вами прошли времена simple, да, мы с вами прошли перфектные времена, continuous, да, продолженные времена, длительные. Теперь давайте мы с вами пройдем такие элементарные слова, как much, many, да, и как мы с вами можем задавать вопросы с помощью how much и how many. Я хочу вам продемонстрировать такой слайд, да, я специально подготовила, где у нас здесь будет две темы, ребята. Это сначала мы с вами пройдем значение слов much, many, затем вопросительные предложения с помощью how much and how many. После этого все, мы с вами пройдем еще одну тему, называется few, little, да, мало, немного. И, походу, мы с вами уже ознакомимся. Так, сегодняшняя наша тема – это how much and how many. Но для того, чтобы вам было понятно, мы с вами сначала разберем слова many и much. Что они означают, как мы с вами можем их использовать, да. How much и how many мы с вами в основном используем в вопросительных словах, ребята. И так, как вы уже знаете, да, у нас many и much в английском языке переводятся на русский как много. И кроме этого всего мы с вами знаем, что в английском языке у нас, ребята, существительные делятся на исчисляемые и неисчисляемые. Теперь давайте мы с вами разберем слова many и much в английском языке, да. Ну, всем понятно, откуда может возникнуть путаница между словами many и much, потому что, ребята, они имеют одинаковое значение. То есть оба слова передают людей множественности и указывают на большое количество тех объектов, к которым они относятся. И в чем же тогда между ними разница? Мы с вами сегодня ознакомимся. И когда употребляется many, а когда much? То есть мы с вами сегодня узнаем, когда мы с вами можем использовать much, когда мы с вами можем использовать слово many, несмотря на то, что они, да, передают идею множественности, да, и дают одинаковое значение. То есть переводится как много. И чтобы не путать между собой эти два слова, ребята, нам нужно запомнить небольшие правила, да, с которыми мы с вами сейчас познакомимся. То это мы с вами, все мы с вами уже знаем, что существительные у нас едут на исчисляемые, то есть countables и неисчисляемые, то есть uncountables. То есть, да, некоторые предметы мы с вами можем посчитать, да, там один, два, три, но есть такие предметы, да, которые мы с вами не сможем посчитать, да, это такие предметы или вещества, как сахар, гречка, да, вода и так далее. Теперь давайте посмотрим. Исчисляемые и неисчисляемые существительные, ребята, да, каждое из слов much и many относится к объекту, который за ним следует. То есть мы с вами должны знать, какое из этих слов мы используем к исчисляемым существительным, а какие к неисчисляемым. Именно от типа последующего существительного зависит выбор одного из этих слов. То есть в зависимости от того, что какой у нас предметы, исчисляемые или неисчисляемые, ребята, мы с вами используем слова, такие слова, как much и many. Но переводятся они одинаково, да, на русский переводится как много. Все существительные, ребята, можно разбить на две группы, да, мы с вами уже знаем, исчисляемые это countable и неисчисляемые это uncountable. В основе, ребята, развеяния на эти два класса лежит возможность посчитать объекты. То есть исчисляемые объекты мы с вами читаем, да, например, давайте будем разбирать этот принцип на примере. То есть возьмем слово change, tool. Оно имеет как форму единственного, так и множественного числа, да, то есть мы с вами этот предмет можем посчитать, да, chair, tool, во множественном числе это будет chair, tool. Если мы предоставим себе множество стульев, представим множество стульев, то сможем пересчитать, да, сколько предметов в него входит. Один стул, два стула и так далее. Если же мы возьмем другое существительное, например, snow, снег, да, то пересчитать, из каких элементов состоит множество снега у нас не получится, так как оно, да, или это слово снег у нас входит к неисчисляемому, да, ребята? То есть мы знаем, что снег мы с вами не можем посчитать как стульев. many, much у нас переводится одинаково, даёт один и тот же смысл много, ребята. После этой темы мы с вами пройдём few, little, который означает мало. Но давайте сначала мы с вами разберёмся с many, much, да. Существительное первого типа, ребята, которые ведут себя как слово chair, то есть исчисляемые, да, которые называются исчисляемыми, а существительное второго типа, которые не считаются, они неисчисляемые, да, то давайте мы сейчас это перейдем пока вот сюда. Many и much у нас, как мы, здесь у нас идёт правило, как мы с вами можем употребить many и much. Какое отношение к этому имеет much и many? самое прямое, потому что категория исчисляемости существительного определяет, какое из этих слов будет употребляться, да, то есть обратимся уже знакомым нам примером. Мы с вами до этого брали в пример слово stu chair, да, это счётный предмет, так как мы с вами можем его посчитать. Дальше. Поэтому с ним будет употребляться many. То есть, ребята, когда мы с вами употребляем существительное, которое считается, да, исчисляемое существительное, мы с вами всегда используем слово many. Снова у нас идёт существительное неисчисляемое, то есть оно у нас несчётное, да, мы с вами не можем посчитать там один снег, два снега, да, мы не считаем, оно у нас неисчисляемое. Значит, если мы хотим передать идею большего, большого количества, то с ним мы будем использовать только much. А значит, исходя из этих правил, ребята, мы с вами должны запомнить, что many мы с вами используем, слово many, да, много, которое переводится как много, мы используем только с исчисляемыми существительными, то есть счётными, которые мы можем с вами посчитать. А те существительные, которые считаются неисчисляемыми, да, то есть несчётными, которых мы не способны, да, не в состоянии посчитать, эти существительные мы с вами используем с помощью слова much, которое тоже переводится как много. Давайте прочтём пример. I need many chairs for the party. Мне нужно много стульев к празднику. То есть мы с вами, если даже здесь говорится много, да, нам не говорится, что там 4 или 5, но говорится больше, много, да, нужно много стульев. Но так как мы знаем, что стулья относятся к исчисляемому существительному, значит, здесь у нас мы использовали слово many. Если же у нас неисчисляемые существительные, ребята, которые у нас не считаются, да, несчётные, то мы используем тогда much. Например, there is much snow in the city. В городе много снега. Таким образом, Таким образом можно вывести для many и much правила many выступать с исчисляемыми существительными, то есть мы с вами слово many, которое переводится как много, используем с исчисляемыми существительными, то есть существительные, которые мы можем посчитать, да, считаются, а much с неисчисляемыми они не считаются. То есть здесь уже говорится, каждое слово говорит само за себя неисчисляемыми, да, то есть неисчисляемыми, которые не считаются. Например, many years have passed since I was here. Много лет прошло с тех пор, как я был здесь, да, или much information has been found. Нашлось много информации. Так, давайте посмотрим на следующий слайд. Вещества и материалы, то есть такие слова, как water, вода, snow, снег, sand, песок и другие, да, то есть это у нас существительные, которые не считаются. В веществах и материалах невозможно выделить элементы, из которых они строятся. Если часть store chair – это особый предмет, а часть дня day – это особый промежуток времени, а не сам день, то любая часть снега, snow или воды в воде по-прежнему является снегом и водой, да. Теперь смотрим, ребята, абстрактные существительные, это такие как work, работа, time, knowledge, знания, information, информация и другие, да. Абстрактные – это такие существительные, ребята, вот здесь у нас написано, да, понятия не существуют в материальном мире, то есть мы их не можем увидеть, да, мы не можем их увидеть и не можем их посчитать. Чувства и состояние тоже, например, любовь, love, fear, страх и прочее, да, это такие чувства, эмоции, которые мы не сможем не увидеть и не посчитать. Подобные слова выделяются из группы абстрактных существительных в отдельный тип. Это три основных типа несчетных существительных. Такие слова употребляются в единственном числе и при указании на большое множество требует при себе матч. То есть, ребята, все абстрактные существительные, да, мы с вами, например, есть такие абстрактные существительные чувства и состояние, да, все эти существительные, ребята, мы с вами используем только с помощью слова матч, так как они входят к неисчисляемым существительным. То есть мы их вообще не можем, если мы их не видим, как мы с вами можем посчитать, значит, они входят к неисчисляемым существительным, а значит, мы используем только слово матч. Не всегда существительные можно однозначно отнести к первой или второй группе, ребята. То есть мы сказали, да, у нас есть две группы, это исчисляемые и неисчисляемые. Но кроме этого всего у нас, ребята, еще здесь есть такие правила, когда нам говорится просто не всегда существительные можно однозначно отнести к первой или второй группе. Есть и такие слова, которые меняют свое значение при переходе из одного типа в другой. То есть вы должны здесь запомнить, ребята, есть и такие слова, которые меняют свое значение при переходе из одного типа в другой. Например, слово paper означает бумага, да? В неисчисляемом употреблении и может перевести как газета. То есть смотрите, ребята, бумага у нас идет как в неисчисляемом употреблении, и газета у нас уже идет как в исчисляемом. То есть мы с вами можем посчитать, да, газеты, сколько штук или сколько выпустили, да? I'm sure you already have too many papers to read. Уверен, у тебя уже есть много газет для чтения. То есть, ребята, как мы видим здесь, слово paper, да, с одного типа переходит в другой. То есть меняет свое значение при переходе из одного типа в другой. Например, слово бумага, да, неисчисляемым с вами употреблением мы можем как бумага, да, использовать как значение бумага. Но если это слово имеет значение как газета, значит, это у нас исчисляемое. То есть мы считаем. Дальше. I don't care how much paper I waste. Мне не важно, сколько бумаги я трачу в пустую. Как вы здесь видите, ребята, если здесь у нас идет в смысле бумаги, да, то мы использовали здесь слово much. Так как слово бумага у нас идет как в неисчисляемое употребление, да, а газета у нас идет как в исчисляемое употребление. Дальше. Хотя мы показали на примерах, как отделить истисляемое существительное от неисчисляемого, да, сделать это впервые, столкнувшись со словом, может быть сложно. То есть, ребята, даже если вы знаете все правила, даже если вы знаете, да, что слово many мы с вами можем использовать как существительное, которое мы можем посчитать, а much 7, который неисчисляемый, то есть не считается, да, но все равно впервые, столкнувшись, у нас могут возникнуть сложности. Поэтому мы с вами даже закончим, что если вы сомневаетесь, когда мы можем использовать much, а когда many, то лучше всегда проверять по словарю. Так, дальше употребление в речи, ребята. Итак, правило much или many, да, мы с вами даже знакомим, что many ставится перед истисляемыми существительными. То есть мы с вами до этого уже ознакомились, что many мы можем использовать только с истисляемыми, да, с теми существительными, которые считаются. И существительными во множественном числе. Если же much, то это перед неисчисляемыми, то есть перед теми существительными, которые у нас не считаются, да. Но сами слова many или much в речи могут употребляться в равнопразных конструкциях. Ребята, например, в отрицательных предложениях используется выражение not many или же not much. Мы с вами до этого, когда проходили новые темы, ребята, в отрицании мы с вами всегда после вспомогательного глагола или после модального глагола мы ставим частицы not. Но когда мы с вами используем слово much и many, ребята, у нас идет уже немножко другая конструкция. Значит, в отрицательных предложениях используется выражение not many и not much. То есть частица not у нас ставится перед many и much. Не так, как раньше, да? Помните, мы с вами ставили после вспомогательных или модальных глаголов, да? А здесь у нас немного другая конструкция, ребята. Это в отрицательных предложениях используется выражение not many и not much. Дальше давайте посмотрим на приметы. С тех пор, как я тебя видел, прошло немного лет. Как вы видите, ребята, здесь у нас идет not many, да? Прошло немного лет. Так, дальше. Not much change for a million of young people who are trying to find a job. Для миллиона молодых людей, которые пытаются найти работу, шансы невелики. То есть, как вы здесь видите, мы использовали not much. Почему? Потому что, ребята, как вы видите, для миллиона молодых людей мы же не можем увидеть шанс, да? Так как оно у нас... Мы знаем это слово, мы знаем, зачем это слово, но мы не можем не увидеть, не посчитать. Так, и дальше, ребята, давайте мы с вами посмотрим. Если мы хотим задать вопрос о количестве предметов, то используем конструкции how many или how much. До этого мы с вами познакомились, да? Как мы с вами можем использовать слова many и much, да? То есть, утверждение, просто предложение. Мы с вами можем использовать слова many и much со смыслом, так как они переводятся, как много, да? Только есть исключение в том, что many мы используем с теми существительными, которые считаются, с исчисляемыми. А much мы с вами используем только с неисчисляемыми, да? То есть, с теми существительными, которые не считаются. Теперь, когда мы хотим задать вопрос, ребята, о количестве предметов, то используем конструкцию how many или how much. Теперь смотрим, когда же мы используем how many и когда мы используем how much. Дальше. How many biscuits have you eaten? Сколько печенья ты съел? То есть, ребята, как вы здесь заметили, у нас здесь how many, да? То есть, мы с вами можем же посчитать печенье, да? Там одно печенье, два печенья и так далее, да? Значит, мы здесь используем конструкцию how many, так как в печенье у нас входят в исчисляемые существительные. Дальше у нас идет how much. How much effort does it take to bring it about? Сколько усилей требуется, чтобы это осуществить? То есть, ребята, смотрите, здесь идет речь об усилии, да? Мы знаем, что такое усилия, да? Мы чувствуем, мы знаем, но мы не видим. Мы можем почувствовать усилия, но мы не можем посчитать, да? Поэтому мы здесь с вами использовали конструкцию how much, да? С неисусляемым существительным, поэтому у нас идет how much. Теперь смотрите. То есть, ребята, такие же правила, да? Мы с вами до этого прошли, что если у нас идет слово many, мы используем счетными. Если же much, то несчетный стиль, который не считается. Значит, даже тогда, когда мы с вами хотим задать вопрос, ребята, да, тогда точно такая же идет правила. То есть, how many мы используем с теми существительными, которые не считаются, а how much мы с вами используем с теми, которые не считаются, ребята. Дальше оба слова much и many могут выступать в конструкциях с дополнительными усилительными словами. То есть, такими словами, как so, да, и значение будет как so many, so much. Имеет одно значение, как так много. Или too many, too much. Слишком много, ребята. То есть, они имеют одинаковое значение. Переводится как так много. Если мы используем слово so, да, и у нас идет конструкция с дополнительными усилительными словами, то есть, усилительное слово so, да, so many, или so much, так много. Или too many, too much, слишком много, да. Только здесь у нас идет разница в том, что некоторые существа у нас идут исчисляемые, другие не исчисляемые. Так, ребята, я заранее приношу извинения. Я немножко грекую, поэтому у меня в горле все время перчит. Так что я приняшу свои извинения. Дальше. Too many years have passed since I was here. Прошло слишком много лет с тех пор, как я был здесь. То есть, как вы видите, здесь у нас идет too many, да, со значением прошло слишком много лет. Too many years. Так, дальше. We have spent so much money on education. Мы столько денег потратили на образование. То есть, мы с вами здесь использовали слово с конструкцией, с усилительным словом so, да, и у нас идет so much. И оно у нас переводится, как мы столько денег потратили на образование. То есть, мы с вами деньги считаем, да, там 10, там 20 или 100, есть свой счет. Но мы никогда не считаем одни деньги, или там 1, 2, 3, мы не можем посчитать. Поэтому здесь у нас используется усилительное слово so и слово much с обозначением много. Но по смыслу нам используется, как столько много денег потратили, да. Так, дальше. Предложение, ребята, можно встретить и другую формулу. Many of. Предложение можно встретить и другую формулу. Например, как many of или much of. Значение такой конструкции. Все это переводится, как многие из. То есть, они точно так же имеют одинаковое значение, ребята, да. То есть, и many of и much of переводятся похоже, имеют одинаковый смысл, да. То есть, значение такой конструкции. Многие из или большая часть чего-то. Такие фразы выделяют большое множество из того объекта, о котором идет речь. То есть, мы можем привести пример, да. Например, многие из моих друзей русские, или многие из моих друзей живут за границей, да. Или, например, большая часть этой территории затоплена, да. Тогда мы с вами можем использовать или many of, или much of. Так, дальше. Если же мы хотим задать вопрос о количестве предметов, то используем конструкцию how many или how much. Мы с вами до этого посмотрели, да, что сколько течения ты съела, или сколько усилий требуется, чтобы это осуществить, и так далее. То есть, ребята, мы с вами знаем, как формировать отрицание с помощью слова many и much. То есть, not у нас идет впереди, да, not many или not much. Дальше, вопросительное предложение, когда мы хотим задать вопрос, мы используем конструкции how many и how much. В зависимости от существительных, да, в какой они относятся, естественные или не естественные, мы с вами выбираем или how many, или how much. То есть, мы с вами уже знаем, да, как мы с вами можем сформировать вопросительное, отрицательное и укрепительное предложение с помощью слова much, many или же конструкции how many, how much. Дальше. Самое главное правило, ребята, how many используется вместе с исчисляемым существительным. Вы должны запомнить, чтобы не купить. А how much используется неисчисляемым. Исчисляемые существительные, ребята, это объекты, которые можно сосчитать и назвать точное количество, да. Например, apples, яблоки, cars, машины, dogs, собаки или скулы, ложки. Так, к неисчисляемым существительным, ребята, относятся виды деятельности, спорта и игры. Например, housework, health, music, socializing, football, tennis, poker и так далее. Еда, да, но только в том случае, когда нельзя назвать точное количество, например, meat, мясо, да, или beef, где один, порк, свинина, фиш, рыба, или cheese, сыр, да. Также у нас входят вместе с этим группу предметов, товаров, например, luggage, baggage, furniture, maybe, software или же деньги, money. И жидкости, да, жидкости и газы, water, coffee, milk, juice, air. Например, воздух мы с вами тоже не можем рассчитать. Дальше. Материалы, твёрдые и зернистые вещества, например, wood, metal, sand, rice, steel, lizard, да, слова, которые относятся к силе энергии свету, да, electricity, sunshine, radiation, heat, да, области знаний, например, English, chemistry, economics, science или math, информации и абстрактные понятия, например, information, music, education, democracy, intelligence и погодные за евреем, например, snow, fog, rain, болезни, например, flu, cancer. То есть это всё у нас относится неисчисляемо. Дальше, ребята. Деньги. How much или how many? То есть, исходя из самого главного правила про деньги, мы должны спрашивать how much. Но здесь есть небольшой подбор, ребята, мы должны это с вами узнать. Оказывается, про деньги можно спросить и how many? В том случае, когда мы называем конкретную валюту. То есть, ребята, когда идёт речь о деньгах, мы с вами должны использовать конструкцию how much. Понятно, да? Но есть небольшой подбор, да, нам нужно об этом знать. Оказывается, про деньги можно спросить и how many? В том случае, когда мы называем конкретную валюту. Например, how much does the pencil hold? То есть, сколько стоит карандаш, да? Или, например, здесь мы использовали конструкцию how much. Мы просто спрашиваем, сколько стоит, да? А здесь вот how many dollars does the pencil hold? Сколько долларов стоит карандаш? То есть, я надеюсь, что вы почувствовали радость, да, ребята, это когда мы используем how much, а когда how many. Когда идёт речь о деньгах, мы должны, мы в основном используем конструкцию how much. Но если идёт речь или мы называем конкретную валюту, то мы с вами используем конструкцию how many. Дальше, жидкости, да, мы с вами прошли газы и еда. Используем контейнеры и измеряем неисчисляемые понятия. И ещё одна хитрость. Почему? Жидкости, газы и еда могут превращаться в исчисляемые. До этого мы с вами на слайде видели. Мы отнесли все эти жидкости, газы и еда, да, отнесли к неисчисляемым существительным. Но, оказывается, есть ещё одна хитрость, когда жидкости, газы и еда могут превращаться в исчисляемые. То есть, мы сможем их посчитать, да, исчисляемые существительные. И, соответственно, использоваться вместе с how many. То есть, можем использовать конструкцию how many или просто слово many, а не how much, да. Так как неисчисляемые существительные, мы всегда используем how much. Это происходит, когда мы говорим о контейнерах, или бутылках, или коробках, да, bottles, boxes и единицах измерения. How much, balance. То есть, ребята, когда, если даже у нас жидкость, газы, еда входит к неисчисляемым существительным, да, мы с вами с помощью одной хитрости мы можем их перевести на исчисляемые существительные, да, и они могут превращаться в исчисляемые существительные. Так как, когда речь идёт о контейнерах, о коробках, да, и так далее. Дальше, то есть, мы можем сказать про еду, положить в коробку и посчитать там. Может, у нас две коробки печенья, или там две коробки макаронов, или два упаковки лапши и так далее. Дальше. Здесь у нас идёт такое предложение, сколько бутылок вина мне нужно купить или мне следует купить. И здесь у нас это же предложение использовали с конструкцией how much, how much wine should I buy. Здесь у нас просто сколько вина купить. сколько вина мне купить, да. Если вы видите разницу, здесь у нас, говорится, речь идёт о бутылках, да, сколько бутылок вина купить или следует купить. А здесь у нас они просто спрашивают how much wine should I buy. Сколько следует купить вина, да. И так как у нас вода, да, жидкость у нас входит к неисчисляемым существительным, то по значению здесь использовали how much. А так как вино уже в бутылке, да, мы можем посчитать, перевести к неисчисляемые существительные, значит, здесь мы использовали how many. То есть мы же с вами можем посчитать, да, там сколько-то бутылок, там две бутылки вина или три бутылки вина. В этом случае мы не можем посчитать. Здесь просто в общем спрашивают, сколько следует купить вина. Дальше у нас how many cups of butter do I need for this recital? Для этого рецепта сколько мне следует потребить, например, масла. А здесь у нас how much butter do I need for this recital? То есть у нас идет речь many, how many cups of butter. То есть у нас идет речь сколько кубиков или штук, да. А здесь у нас идет просто сколько масла. Потребуется для этого рецепта. Дальше, ребята, давайте посмотрим мы с вами уже на пример, да. Посмотрим на вопросительное предложение со словами many, much. Мы с вами уже прошли такие слова, как many, much. Мы знаем, что они оба дают одно значение, как много. Мы знаем, что с помощью этих слов many, much у нас есть конструкции, да, вопросительные конструкции, с которыми мы можем задать вопрос и сформировать вопросительное предложение, да. Например, how many или how much. Но сейчас мы с вами смотрим примеры, где мы с вами используем только слова many и much. Do you have many friends? У тебя много друзей? То есть, ребята, когда мы здесь использовали слово many без слова how, да, значит, мы использовали do. Do you have many friends? У тебя много друзей? Или же does your friend have much work this week? У твоего друга на этой неделе много работают? Или, например, do many children like to play computer games? Много ли детей любят играть в компьютерные игры? Теперь смотрите, ребята, у нас, мы же можем с вами посчитать своих друзей, да, поэтому мы использовали many. Здесь у нас идет does your friend have much work? У твоего друга на этой неделе много работают? То есть мы знаем, что работа, чувства, эмоции, да, мы относим к тем существам, которые относятся к неестественным. Значит, мы использовали слово much. Дальше. Do many children like to play computer games? Много ли детей? Мы знаем, что детей мы с вами тоже можем посчитать. Поэтому здесь у нас идет слово many. Дальше. Do these people have much money? У этих людей много денег? Как вы заметили, ребята, у нас здесь идет слово much, да, и берется у нас, как у этих людей много денег. Мы знаем, что мы с вами не можем посчитать денег, там, один, два, три, да, но когда мы говорим о конкретной валюте, мы с вами можем использовать many, но в нашем случае здесь мы использовали much. Дальше. Does this woman give much larger children? Эта женщина дает много любви своим детям. Потому что, ребята, мы с вами не можем увидеть любовь, мы не можем с вами посчитать, но мы можем почувствовать, да. И здесь у нас говорится о том, что мы неестественным существом используем слово much, то есть слово любви, да. И она у нас идет с использованием, мы используем ее с помощью слова much, которое тоже придется как много. И дальше. Следующий пример. How many colleagues do you have in your office? Сколько коллег у тебя в офисе? Дальше. То есть коллег мы с вами тоже, своих коллег, да, сотрудников мы с вами тоже можем.